Ну и после вот того Грошинского далекого фестиваля мы с Борисом Савельевичем, несмотря на достаточную разницу в возрасте, дружили долгое время. И вот в памяти об этом очень хорошем человеке, журналисте, барде, одном из родоначальников авторской песни, я хотел бы исполнить его песню, которая называется «Аннушка и Антон». С этой песней тоже очень много у меня связано. Дело в том, что когда мы, я служил еще лейтенантом, у нас была вторая поющая эскадрилька, вот в том фирме, вот, и был какой-то юбилей полка, надо было что-то исполнить. И к нам пришел двухгодичный бортехник по АДО, и вот он сказал, что он до этого работал на гражданке на Чуководке. И он говорит, к нам приезжал бородатый мужик такой, говорит, так здорово песни пел, и была у него песня «Аннушка и Антон». А я тогда был на АН-12, «Аннушка» это АН-2, вот, рядышком, и как бы это все перекликалось. Но дело в том, что слуха у него не было, мелодию он так очень приблизительно помнил, и слова тоже, хотя ключевые слова, не угнаться Анушке за Антоном, это все. Короче, я там что-то допридумывал, потом я уже, конечно, нашел эту песню и что-то там уже поменял, но мотив, по-моему, все-таки не оригинальный. Вот как я пою его, так и пою. И вот после Грушинского Борис Савельевич, а я еще не знал, что это его песня, он приглашает меня на радио «Возрождение», где он вел передачу «Давайте услышим друг друга». И вот он после каждой песни там что-то говорит, говорит, а потом говорит такую фразу, а ведь ему не давали подержаться за штурвал Анушке на Чукотке. И берет свою семиструнку из кустов и начинает петь эту песню. И я понимаю, что тот бородатый мужик, о котором мне рассказывал мой приятель, вот он сидит передо мной. Отврицающе. Я ему, конечно, сказал, что вот, а я вот тогда-то, он говорит, а давай пой свой вариант. И это был прямой эфир, я помню, и это вообще было первое мое выступление на радио. Итак, Аннушка и Антон. Песня «Возрождение» 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 Песня «Возрождение»